Бобручанка Виктория Богданович воспитывает 9-летнюю Алису. Девочка, кроме 2-й гимназии, где она учится, посещает также музыкальную школу и спортивную секцию. А это значит, что ей приходится контактировать с большим количеством сверстников. Сегодня мама привела дочь на вакцинацию в детскую поликлинику. Хочет, чтобы Алиса была здоровой. Вакцинируемся мы каждый год, поскольку я вижу эффективность. Мой ребёнок не болеет, вся семья прибивается, и, как правило, гриппом и ОРВИ мы не болеем. Чтобы она не болела, чтобы она получилась и не пропускала занятия, я считаю, что вакцинация является хорошей мерой защиты от гриппа и от других простудных заболеваний. К слову, анализ эффективности иммунизации показал, что заболеваемость ОРВИ и гриппом привитых школьников почти в три раза ниже, чем у тех, кто не прошёл вакцинацию. Опасность в том, что, заразившись вирусом от членов семьи дома или в любом общественном месте, непривитый ребёнок может занести инфекцию в детский сад, школу и в другие коллективы. Поэтому важно своевременно обезопасить себя и своё чадо. На первом месте у детей заболеваемость от заболеваемости органов дыхания. Это респиратурные заболевания. Естественно, прививки против гриппа предохраняют детей от этих заболеваний, потому что это идёт прививка от нескольких вирусов. В зимний период вирус гриппа всегда проявляет активность, и поэтому прививка против гриппа даёт возможность ребёнку не заболеть. В 2019 году прививки против гриппа в лечебных учреждениях города проводятся вакциной «Гриппол плюс» российского производства. Это современный препарат четвёртого поколения, который не содержит живого вируса. А это значит, что при введении в организм у детей сформируется иммунитет к заболеванию. Применяют эту вакцину, начиная с шестимесячного возраста. Все дети вот этих возрастов, с шести месяцев до трех лет, включены в календарь профилактических прививоков Республики Беларусь. Им делать надо обязательно. Всем остальным – это детям, часто длительно болеющим респираторными заболеваниями, детям с хроническими заболеваниями, сердечно-сосудистой системы, эндокринной системы, такие как сахарный диабет. Возрешено даже детям с аутоиммунными заболеваниями, ВИЧ-инфицированным и детям даже с иммунодефицитом. В Бобруйске от гриппа уже привилось более 42,5 тысяч взрослых детей. Массовая вакцинация должна завершиться к 1 декабря. Воспользоваться возможностью обезопасить себя и своих близких можно совершенно бесплатно в поликлиниках по месту жительства. Людмила Любимцева, Андрей Богдан, Бобруйск, 360.